В УСК Подмосковье в первый день голосования жители шли с самого утра. Здесь их встречали улыбчивые и доброжелательные члены избирательной комиссии. Поприветствовать избирателей приехал депутат окружного совета, который ранее проголосовал с помощью дистанционного электронного голосования. Очень удобный способ. Первые были выборы губернатские. Удобный для работы, не отвлекаешься от работы, но обязательно надо отдать свой голос в любом виде, особенно если прийти сюда на избирательном участке и отдать свой голос в президенты. Он должен быть решительным, твердым в своем, стоять на своем, за народ обязательно. А супруги Чепенко из года в год выбирают очный способ голосования, чтобы быть примером активной гражданской позиции для будущего избирателя, подрастающего в семье. Пришли на выборы поддержать нашего кандидата. Голосуем регулярно, всегда. Также голосовали за губернатора, также голосовали на муниципальных выборах. Поэтому для нас это обычная история. Мы всегда исполняем свой гражданский пол. Для многих прийти на участок – уже сложившаяся традиция, которую не нарушают. Высокую явку с самого утра показали избиратели, голосующие и в центре «Романтик». Мы знаем, что уже в вторую выборную кампанию существует электронное голосование. Но для меня остается доброй традицией подходить на избирательный участок, ставить галочку в бюллетене и опускать ее в уровень. С восьми часов у нас идет прям хорошая такая явка людей. Все с настроением, с воодушевлением поднимают участие в выборах президента нашей страны. В этом выборе не так важно, как отдан голос – дистанционно или на избирательном участке. Главное, что каждый имеет значение и влияет на будущее развития нашей страны. Виктория Мельник, Щелковское телевидение.